Зигмунд Фрейд Он может ощутить, что исполнение привычной работы, которую он раньше выполнял профессионально, теперь вызывает у него большие трудности. Да и вообще ему с трудом дается любое серьезное решение, любое начинание. Однажды он по неизвестной причине пережил ужасный припадок страха. И с того времени уже не может самостоятельно переходить улицу. Или ездить по железной дороге без мучительных усилий над собой. Возможно, ему вообще придется отказаться и от того, и от другого. Или, что особенно примечательно, его мысли начали действовать по собственному плану и не позволяют вмешиваться в этот план. Его постоянно преследуют некие побуждения, которые чужды ему, однако он не в состоянии отказаться от них. Нечто навязывает ему чрезвычайно смехотворные задачи, например, посчитать число всех окон, выходящих на улицу. А если необходимо выполнить некоторые простые действия, например, бросить письмо в почтовый ящик или выключить газовую плиту, буквально через секунду он уже начинает сомневаться, действительно ли он выполнил это действие. И приходится себя проверять. Сначала все это вызывает у человека только досаду, однако постепенно такое состояние становится совершенно невыносимым. Человек обнаруживает, что уже не в состоянии отделаться от идеи, что ему просто необходимо толкнуть под колеса вагона ребенка. Сбросить с моста в воду неизвестного человека. Ему весь день приходится спрашивать себя, не он ли тот самый убийца, которого разыскивает полиция. Разумеется, все это очевидно и бессмыслица, абсурд. И человек сам прекрасно это понимает. Он никому ни разу не сделал ничего плохого. Однако ощущение вины от этого ничуть не меньше. А возможно наш пациент, пусть в данном случае это будет женщина, страдает абсолютно по-другому. Она пианистка, однако ее пальцы свело судорогой, и они отказываются ей подчиняться. Когда она хочет выйти на люди, у нее немедленно же проявляется совершенно естественная потребность, удовлетворение которой абсолютно несовместимо с пребыванием в приличном обществе. Так что ей приходится отказываться от посещения вечеринок, концертов, балов, театров и других общественных мест. Если она все-таки выходит из дома, что происходит крайне редко, то на нее немедленно обрушаются сильнейшие головные боли или же другие болезненные ощущения. Вполне вероятно, что любой прием пищи ей приходится закачивать рвотой. Это при продолжительности данное явление может оказаться даже опасным для жизни. И, наконец, остается только посочувствовать ей в том, что она не переносит даже самого маленького волнения, хотя таких волнений избежать просто невозможно. Все это приводит к тому, что она начинает впадать в бессознательное состояние, часто сопровождающиеся мышечными судорогами, которые напоминают эпилепсию, хотя она и, вероятно, не страдает. Все описанные нами люди признают себя больными и сами ищут встречи со специалистами-медиками, от которых, естественно, ожидают чудесного избавления от имеющихся у них нервных расстройств. Врачи классифицируют эти заболевания особым образом. Илит диагностик, илит нум, селон, лох-поинт-ву. Наростинни, психостинни, фобия, звансно-роза, истерия. Они советуют пациенту отказаться от привычного для него образа жизни, больше отдыхать, принимать укрепляющие процедуры, тонизирующие медикаменты, однако этим добиваются лишь временного облегчения или же вообще не имеют никакого результата. В конце концов, пациент узнает, что есть такие люди, которые специально занимаются лечением именно таких заболеваний. Психо-аналитики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok